Привет, друзья! Сегодня мы расскажем вам, какие домашние средства особенно эффективны для лечения ангины и боли в горле. Мало кто может с уверенностью сказать, что никогда не болел ангиной. Научное название ангины – танзелит. Это довольно распространенное заболевание как у детей, так и у взрослых. Симптомами болезни является сильная слабость, ломота в теле и температура. Это вирусная инфекция, которая вызывает воспаление миндалин. Если вы почувствовали такие симптомы, то незамедлительно обратитесь к врачу, чтобы подобрать подходящее для вас лечение. Причем нередко приходится прибегать к помощи антибиотиков. Но есть и народные методы лечения танзелита, которые не имеют побочных эффектов и способствуют мягкому и последовательному выздоровлению. А еще укрепляют иммунитет. Эти рецепты разрабатывались и проходили испытания временем, тогда, когда о лекарствах не могло быть и речи. Применение таких домашних методов может использоваться как отдельно, так и в составе комплексного лечения совместно с медицинскими препаратами. К терапевту обращаться нужно обязательно, чтобы избежать негативных сценариев развития болезни. Об этом мы более подробно расскажем после того, как поделимся этими самыми народными рецептами лечения. Но сначала не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления. Теперь вы не пропустите ни одно из наших новых видео, чтобы оставаться здоровым. Один из самых простых и доступных и очень эффективных способов лечения заболеваний горла – это свекольный отвар. Отварите свеклу до мягкости, после чего процедите отвар и охладите. Готово! Используйте отвар для полосканий горла, и тогда любой ларингит или фарингит отступят уже довольно скоро. Сам отваренный овощ, конечно, можно использовать для приготовления полезного салата, а можно тоже пустить на лечение заболевания. Если свеклу натереть и отжать из нее сок, а затем добавить к этому соку столовую ложку 6% уксуса, получится другой вариант средства для полоскания. Полощите горло получившимся составом не менее 5 раз в день, и вскоре вы заметите, что боль спадает, а значит и воспаление проходит. Еще один популярный способ домашнего лечения танзелита – это использование йода с марганцем. К 500 мл раствора марганца добавьте 10 капель йода, тщательно перемешайте и полощите горло дважды в день. Доступный для каждой хозяйки способ лечения больного горла – это отвар луковой шелухи. Возьмите 3 чайных ложки шелухи и прокипятите в половине литра воды. Оставьте настояться на пару часов, а затем используйте теплый отвар для полоскания горла 5-6 раз в день. И, конечно же, чеснок. Как без него обойтись при лечении вирусных инфекций и воспалений? Отделите несколько зубчиков от головки и залейте одним стаканом кипяченой воды. Оставьте настояться и процедите. Полощите полученным составом горла 5-6 раз в день. Не будем забывать и про лук. А рецепт предельно прост. Употребляйте внутрь по чайной ложке сока репчатого лука 4 раза в день. Если размешать теплую воду с медом и полоскать горло таким средством, то можно ослабить и снять воспаление миндалин при танзелите. А еще полезно иметь дома прополис. Он не займет много места и долго хранится. Неважно, насколько запущенная болезнь или вы только начали заболевать, прополис снимет боль и воспаление. Возьмите кусочек прополиса размером примерно с ногтевую пластину и медленно долго разжевывайте его. Если вы будете съедать около 5 граммов прополиса в день, это должно принести результат. Ощущение жжения во рту при жевании будет означать, что средство работает, а прополис вам достался качественный и молодой. Травы тоже серьезные помощники в борьбе с воспалениями горла. При воспалившихся миндалинах поможет сбор из трав, который очистит и восстановит всю слизистую. Чтобы приготовить такой состав, вам потребуется лист шалфея, ромашка аптечная и лист манжетки. Возьмите ингредиенты в равных частях и перемешайте. Возьмите одну чайную ложку такого сбора и залейте стаканом кипятка. Через 10 минут средство для полоскания горла готово. Золотой корень или радиола розовая тоже очень эффективны в борьбе с танзелитами. Сухой корень этого растения заливают половиной литра воды и оставляют в темном месте настаиваться в течение двух недель. Для полосканий чайную ложку настоя разводят в стакане теплой питьевой воды и полощут горло. Если вы хотите добиться результата, то полоскать следует не менее 15 минут. Настой аниса будет эффективен особенно при гнойной ангине. Для приготовления средства вам понадобится чайную ложку плодов аниса залить одним стаканом крутого кипятка, настоять и процедить. Пейте такой настой небольшими порциями 4 раза в день за 30 минут до приема пищи. Сосновые почки также обладают выраженным противовоспалительным действием. Ничего страшного, если застать почки вам не удалось. Можно использовать и хвою. Возьмите 3 столовых ложки почек или хвои и залейте водой. Воды необходимо будет в 10 раз больше по объему, чем самих почек или хвои. Доведите смесь до кипения и оставьте на медленном огне еще на 30 минут. По прошествии этого времени снимите кастрюлю с огня и дайте настояться в течение 4 часов. Настой процеживают и используют для полосканий. Для более быстрого и сильного эффекта можно 3 раза в день выпивать отвар по глотку. В итоге кашель смягчится, мокрота начнет отходить, а воспаление смягчится. Ягоды черники тоже активные помощники в борьбе за здоровое горло. Для этого приготовьте насыщенный густой отвар ягод черники и полощите им горло до исчезновения симптомов. Начиная лечение одним из предложенных методов, можно заготовить сироп, при помощи которого вы придете в дальнейшем к полному выздоровлению. Для приготовления такого сиропа вам понадобится бутылка и листья алоэ. Листья необходимо измельчить и наполнить ими половину бутылки. Весь оставшийся объем в бутылке заполняют сахаром. Сверху бутылку затяните многослойной марлей. Оставьте бутылку на 3 дня, затем процедите и отожмите состав. Полученный лечебный сироп принимают 3 раза в день, пока не наступит полное исчезновение симптомов и выздоровление. Если вам удалось заметить начало болезни, то при первых же симптомах полощите горло раствором лимонной кислоты. Важно делать это каждый час. При отсутствии дома порошка лимонной кислоты с задачей также справится и обычный лимон. Так почему же так важно вовремя начать лечение? Дело в том, что последствия ангины тяжелые и страшные, если игнорировать заболевание и назначенный курс лечения. Танзелит может нарушить работу сердца, оставив порог на сердечном клапане, а также способен разрушать суставы и почки. Все потому, что инфекция с миндалин может попасть внутрь организма и переноситься на другие органы и системы. Этого нельзя допустить. К врачу важно обратиться для того, чтобы он оценил ситуацию и назначил соответствующее лечение. Все потому, что ангина бывает разная. Бывает вирусная, бывает бактериальная, а бывает и грибковая. При помощи визуального осмотра врач может исключить грибковую инфекцию и назначить исследование для определения типа ангины. Если вам было интересно и в этом видео вы открыли что-то новое и познавательное для себя, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!